У меня есть кот и кошка эти, шотландские веслоухие, как-нибудь, ну я их показывал, они у меня есть сохраненных сторис, мои хранители любимые, хватит такие вопросы задавать, они не ответят все равно, это не тактично. Привет, дедовска, привет, не получается заработать денег, закрыта у вас денежная энергия, где-то блок стоит, родители привили. Привет. Если боитесь, ну надо идти на страх, по-другому никак, не бойтесь, делайте, ну и не надо бояться самолетов, ну спасибо, попробую, легко сказать, сложнее. Удача отвернулась от меня, где-то значит вы удачу предали, бывает такое, где-то вы где-то проговорили, либо где-то что-то сказали, что вам она не нужна и пофиг на нее, вот она обиделась. С Викой мы встретились, когда я там по бизнес-проекту приходил к ее бывшему мужу, там мы познакомились, Ростов, привет, привет, Артемка, привет, отдыхаете? Да, немножко заехал, релакснуть, отдохнуть, подышать воздухом свежим, найти мужчину без детей. Первая мысль с утра, ну, когда с Викой просыпаюсь, первая мысль с утра, что какой я счастливый мужчина и как мне повезло в жизни. Я к этому долго шел, к своему человеку и сейчас, каждое утро просыпаюсь, первая мысль у меня об этом, конечно же. Я очень радуюсь, 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 зацеловываю ее до полусмерти, прям ей порой прям сложно от меня сбежать. Ну, вот такая вот животная дитчайшая страсть. Я живу в Краснодаре, муж запрещает смотреть тебя, ну, я его понимаю, он боится ваших трансформаций, изменений, он же не такой. Если был бы такой, не боялся бы, наоборот, был бы рад. Я же вас не учу изменять или я же вас не учу быть плохими. Я, вроде, за добро. Если он против, ну, простите его за это. Деток у меня нет. Я в родном Краснодаре, да. Устроить тренинг на тему секса и взаимодействия с мужчинами. Блин, надо бы, конечно, надо бы, я прям с удовольствием, не знаю, я прям, мне кажется, с этой темой с вами в синергию войду прям в жесточайшую. Это такие мои любимые темы прям. А что за песня про Млечный Путь? Ох, не помню, как называется. Счастья вам, здоровья, спасибо. Муж запрещает ей смотреть тебя к батареи, пусть пристегнет тебя. Как вариант. Оставайтесь, будьте счастливы. Вы не живете вместе, не поняла. Нет, не живем вместе, скоро, я думаю, что все изменится, ну, вы увидите сразу же. Завтра едем на встречу важную по переезду. С Викой пока не живем вместе, к сожалению. Сложновато, потому что я с одного конца города к ней постоянно выезжаю, в другой вообще конец города. Эти, Москва, Владивосток, чтобы куда-то съездить по делам. Фотландские, супер, да, красавчики. Здравствуйте, привет, Новошахтинск, привет. Какую старость видите с Викой? Ой, я буду, она постоянно смеется с меня, говорит, я буду очень смешным дедушкой. И моим ухажерам, моих детей, моих внуков будет очень непросто со мной, наверное, потому что, блин, мне их жалко уже, я не представляю, как они будут со мной проходить собеседование. Но я буду стараться быть беспристрастным. Надеюсь, я таким буду. 88-го года я, да. Скажи, как еще раз, дедовск. Дедовск, дедовск, не знаю, извините. Мне, Руслан, да какие претензии? Я же уже говорил, что они развелись до моего, ну, знакомства личного с Викой. Поэтому я к этому отношению никакого не имел. Мы, когда познакомились втроем, потом на месяц мы прекратили общение, я занимался своими делами, а не своими. И только после того, как они развелись, Вика мне написала, предложила встретиться и разобрать бизнес-проект, ну, там, предстоящий тренинг. Все, с этого все началось. Ну, с бизнес-идеи просто все начиналось. А потом уже пошло-поехало. Ну, там, признались друг другу в каких-то вещах и так далее, и так далее. Конфликтов не было? Зачем? Мы же взрослые мужчины с Русланом. Ну, для чего? Нам уже не по 15 лет. Что нам там выяснять? Что конфликтовать? Они сами хозяева своих судеб. Они, ну, вот, случилось, как случилось. Это бы случилось рано или поздно, поверьте. Поэтому со мной или без меня все бы так и случилось. Потому что, ну, вы же знаете, наверное, все, что Вика там последние полтора года сильно уже страдала, и она этого не скрывала. Она писала посты на эту тему, поэтому, ну, тут же же знаете. Это не история, когда была там безумная там любовь, и тут пришел Артем, и такой бамс, и все поменялось. Нет, я пришел тогда, когда там уже все рассыпалось. Воздухом, да, дышать свежим. Я не курил кальян, с Викой познакомился, начали курить, она бросила. Я вот уже месяцочек так вот подтягиваю, пока еще не хочу отказываться. Кошки дымчатые, кот у меня Фредди, и такая вот мраморная кошка Сицилия. Идти на страх, да, выходить из зоны комфорта. Как вы относитесь к блогерам? Сейчас, извините. Как вы относитесь... Блин, попозрел. В какой-то момент почувствовал, что она твой человек. Блин, ну, честно говоря, сразу. Честно говоря, сразу. Когда мы познакомились, и мы начали об общих вещах разговаривать, я понимал, что нужно прекратить общение, хотя хотелось. Лера, поздравляю. Слава Богу, что легко на душе. Хотите детей? Да, хочу. Что бы ты изменил бы Виктории? А ничего, она взрослый человечек, и я не вправе что-то в ней менять. Только своим примером я могу ей помочь измениться. Я не могу ломать что-то в ней, она уже взрослая, сформировавшаяся личность. Представьте, ее нейроны головного мозга, насколько уже там срослись, ее понимание и видение мира. А тут приходит Артем и такой, так, а ну-ка давай меняйся. Нет, я ей в жизни такого не скажу. В жизни. Если она спрашивает, я что-нибудь подскажу. На какие-то темы мы с ней работаем. Но так, чтобы типа меняйся там. Нет, это будет мое эго. Это будут мои хотелки. Я не хочу, чтобы мои хотелки мешали ей жить. Я ей стараюсь во всем ее поддерживать. Я думаю, это правильно. Как забыть предательство? Блин, ну это сложно. Нужно время, чтобы забыть его. Как перестать стесняться? Делать то, чего вы стесняетесь делать. Прям пересиливать себя. Сделайте, поймете, что это не страшно. Бекусь и дома спит. Способен ли любящий человек на предательство? Если его долго обижали, наверное, да, способен. Когда будут платные эфиры? Будут, зайки, будут. Ну, пожалуйста. Сейчас у меня Ленка прилетает из Москвы, с которой мы ведем интенсивы. Она там, будем с ней разбирать этот вопрос технологии. Да, я из Краснодара. Москва. Москва слезам не верит, так я скажу. Хладнокровный город. В Краснодаре мне кайфовее гораздо. Вологда. Ну, как-нибудь, да, спасибо большое за приглашение. Как избавиться от болезненных отношений? Найти другие отношения. Лайфхак. Поскорее найти. Мне 31, Вики 28 недавно исполнилось. Помню, как ты изводил меня как директор ГИКа. Потом ушел. Потом ушел. А, почему ушел? Если не секрет. Да, там много было причин, на самом деле. Потому что на старте были одни договоренности с лекторатом местным, да, там, с директоратом. Потом они резко поменялись. То есть те... Я пришел с конкретной... Когда меня пригласили, я пришел, я сразу озвучил свои задачи. И сразу озвучил то, что я физически могу осилить. То есть все это принято было. Потом начали какие-то происходить трансформации, изменения, регрессы, откаты, увольнения сотрудников моих на сокращение. Ну, короче, там много всего. И, короче, в какой... Ну, и знаете, плюс в какой-то момент я понял, что я уже перерос найм. То есть я уже стал несчастливым человеком. Я приходил в найм, все уже было налажено, система работала, менеджеры продавали, деньги приходили, обороты были хорошие. Но я понял, что я уже несчастен. Я прихожу, я не знаю, что мне делать. И в тот же момент я знаю, что я сижу у себя там, вроде бы, как, знаете, там, в золотом кресле с хорошими деньгами. Там все в порядке в жизни. Там машины, квартиры, там то, все, пятьдесят. Но я уже, знаете, внутри у меня было такое дичайшее опустошение. Я понял, что я так долго не продержу. Я человек эмоций, я человек творчества. И помимо системы для меня все-таки важно творить то, что я хочу. А не то, что мне диктует кто-то. А мне начали диктовать. Меня это начало сбивать сильно. Да, если вернуться, значит, что-то от вас надо. Я сама излагаю, что происходит. Но такое ощущение, что он не понимает нам вопросы, четких ответов нет. Но он просто не хочет вам говорить о своих намерениях. Значит, намерения такие, которые он не хочет вам освещать, чтобы как-то не развалить снова. Вы на годик. Прекрасный возраст. Ну, ты стрелец, значит. Не, не стрелец. Как я отношусь к Руслану? Общаетесь ли это как-то или нет? Нет, да никак мы не общаемся. Да у нас нету. Знаете, я на старте, ну, то есть, знаете, было какое-то общение, но я не увидел в нем друга. Я не увидел там человека, с которым я хотел бы там как-то плотно общаться. Потому что он у него видел свои цели и задачи, там, несопоставимые с моими. Вот и все. Поэтому общение у нас там особо такого тесного не сложилось. Да, будет страница закрытая. Простите, что затягиваем. Нужно сделать хальянную. Ой, не, не, нет. Я от хальян откажусь, возможно, в скором времени. Да, да, спасибо. Ты такой хорошенький, Викуре повезло. Спасибо большое. Ей повезло, мне очень повезло. Знаете, наслаждаюсь. Наслаждаюсь ей каждый день. Вот, я не знаю, у меня, знаете, такого отношения к женщинам не было никогда. Вот как отношения к Вике, реально. Вот, ну, не было. Вот прям во мне открылись какие-то вещи, которых раньше не было. Вот прям очень сильно открылись. Я их не могу здесь освещать. Но это такое что-то личное уже, знаете, сакральное. Но открылись такие вещи, когда, вот знаете, там, ты просто... Каждое утро мы там просыпаемся или там где-то что-то. Я постоянно там ей напоминаю, что если бы можно было откусить ей ноги, руки, все съесть прям, я бы это сделал. Но так она не сможет жить, поэтому, к сожалению, приходится сдерживать себя. Вот. Имя поменял, потому что с детства чувствовал, что это не мое имя. Меня, к сожалению, назвали в честь погибшего брата моего отца, Анатолий. Он разбился на мотике. Поэтому я считаю, что я не имею права доживать жизнь чью-то, недожившую. Я пошел и изменил. Вот почему поменял имя. К Михаилу Лобковскому я считаю, что это очень классный мужичок, очень добряк, такой офигенный Лобковский. Прямо он красавчик. Мне очень нравится его. Простым языком, простыми вещами излагает истины. Мудрый, качественный, классный, замечательный. Не стесняется своих комплексов, говорит о них. Он такой земной человечек, ненадменный, такой прикольный. Мне нравится очень его подача. Я его очень много изучал, смотрел, учился у него. Очень крутой чувачок. По паспорту Артем. Я его поменял еще лет 20. Ну, уже 11 лет у меня имя Артем. По паспорту, по документам. Фамилию тоже буду менять. Мы, скорее всего, вместе с Викой поменяем уже фамилии на прайд. Муж стесняется на людях обниматься, целоваться, как быть, как реагировать. Вы знаете, я тоже немножко стесняюсь. Это нужно прорабатывать, раскрывать. Помогайте ему раскрываться. Поговорите с ним, скажите, ну, блин, давай еще раз. Ну, что ты, что не хочешь, что стесняешься. Ну, такое бывает у мужчин. Затыки из детства, знаете. Ну, его папа с мамой не проявляли таких явных эмоций и чувств на людях. Поэтому он привык к тому, что эти эмоции, ну, зазорно проявлять. Поэтому не проявляет. Помогите ему в этом. Снимите эти блоки. Может, к специалисту обратитесь. Вика, кошек. Ну, я думаю, что не хладокровная кошка, мне кажется. Ну, так вот. Любит, как все любят. Мое имя Артем, да. Как через женскую энергию мужчина может стать финансово... Ой, может, поверьте. Может. Женская энергия важна для мужчины в плане финансов. Очень важна. Если она забивает его каналы, то ему сложно развиваться. Мое тату на шее означает трикверт. Ну, короче, это клевер. Только он на кельтском. Так как я не хотел... Я хотел клевер, да, символ счастья, благополучия, легкости. Но это клевер такой, какой он есть в жизни. Это женский, да, такой символ. Поэтому я набил такой жесткий мужской. Вот, собственно говоря, вот что означает. Артем это не Анатолий. Анатолий это другое имя. Другое означает. Мой день рождения в Москве нет. Вы знаете, я думаю, что в Москве я себя не готов сейчас пока чувствовать комфортно. Мне нужно, чтобы в Москве у меня было свое жилье, своя машина стояла, чтобы... То есть я в этом плане был спокоен. Поверьте, мы так запарились переезжать, мы так запарились платить. Фу, короче, ну это пипец, знаете. Тоже хочется жить в нормальных условиях. Отели там, ну, десятка сутки, да, там. Блин, поэтому мы только там, блин, ну, мы очень много денег потратили. Очень много. Я пока немножко непримирим в этом плане. Если вы хотите развод, муж не дает, идите к юристам, к адвокатам, разводитесь. Что делать? Ну, не хочет он вас отпускать. Неправильно он делает. Надо отпускать уметь людей. Если, тем более, вы честны, признаетесь в этом. Не надо мучать друг друга. А кто вы по профессии? В смысле, почему отвечаете на тему отношений, психологии и так далее? Я профессионально сертифицированный коуч. Я веду программы на юге России. У меня есть диплом, я дипломирован. Я вывешен на международном сайте. Помимо этого, я профессионально, ну, то есть, у меня первый высший экономист, второй высший юрист. Поэтому, ну, вот как-то так. Можете, Анастасия, себе позволить, нужно себе позволять с кем-то знакомиться, хотеть любви? Хотите любви, знакомьтесь, очень вас прошу. Вчера очень хорошо прошло, отлично. Я рад, я рад, что очень хорошо прошло собеседование. Значит, правильные техники сделали. Как вы относитесь к блогерам, которые рекламируют мошенников? Слушайте, ну, это их выбор. Это их выбор, каждый зарабатывает деньги, как хочет. Я никак не отношусь. У меня своя политика, у них своя политика. Знаете, общаетесь с Аней, с бывшей женой? Нет, не общаемся. Для чего? Я не верю в общение после отношений. Какой смысл? Какая необходимость? Никогда. Люди либо нужны друг другу, либо не нужны. Я после развода на второй день проснулся счастливейшим человеком. Я вдохнул, и как будто брака не был никогда. Да, то есть я вообще в полной эйфории вышел, потому что там в основном с меня тянули энергию. Поэтому, ну, ровно. Забыл вообще, я даже не помню сейчас, если честно, как она выглядит. Чем больше муж тратит на вас, тем больше его доход. Давайте эмоции живые даже. Да, экзотика. Чем больше мужчина тратит на женщину, тем он более счастливый и благополучный. Сто процентов, с вами согласен. Привет, Артем. А вот мне интересно, мой парень всю жизнь гулял по женщинам. Ему сейчас 37. И вот мы расстались. Он сказал, что не хочет портить мне жизнь. И мы расстались. Это он так любит? Ой, непонятный вопрос, не знаю. Гуляет? Пусть гуляет. Если нет энергии, то уже куча планов. А как взбодриться или наполниться для первых шажочков? Очень важно. Читайте книги. Идите на тренинги. Восполняйте энергию. Перестаньте заниматься беспорядочным сексом со всеми, если такое происходит. Перейдите на питание без убойной пищи. Там целый комплекс, на самом деле. Чем занимались вообще раньше? В 9 лет я разгружал. У нас был завод такой Aroma-Yuki. Я ходил с мальчиками, с друзьями. Мы разгружали вагоны этих самых сладкой воды. Потом я ходил с соседом, с другом. У нас был первый бизнес. Его отец привозил всякие дрели, всякие штучки. Мы ходили по дворам, разносили, продавали. Стучались в заборы. Продавали со своей наценкой, со своей маржой. Потом я улетел в 17 лет в Америку. Я жил в Бостоне. Там работал бастером, посудомойщиком. Работал на стройке разнорабочим. Купил, приехал первую машину себе. Потом я пошел в одну компанию. Там начал преподавать, обучать продажам. Меня там научили первые мои наставники, менторы. Потом был оперуполномоченным уголовного розыска. Потом вернулся в продажи. Потом пошел в строительную компанию стажером. Через 8-7 лет стал коммерческим директором другой крупной строительной компании. Короче, много чего у меня в жизни было. Еще половины даже не рассказать. Чакрам. Ну, как отношусь, не знаю. Я там сильно не уходил туда. Любить или быть любимым. Когда вы любите, вы будете любимыми. Если вы правильного человека выбрали. Я вот стараюсь Вике давать столько любви, чтобы вот прям, вот прям, вот максимально, максимально. И делаю это в удовольствии. И она это чувствует. Она это видит. Она раскрывается. И дает мне, вот знаете, как в тысячекратном объеме больше. Потому что мы вот честны друг с другом. Мы разговариваем. Мы многосложные с ней люди. Есть у нас какие-то, ну, ситуации, которые где-то, ну, вот, недопонимания. Были, кстати, вот последние дни. Мы уже прям вот хорошенечко с ней отработали. Это прям вот договорились о том или о том или о том. И вот разговариваем. Много разговариваем. Я и в каких-то своих вещах признаюсь. Она мне в каких-то своих вещах признается. И вот на этой волне мы очень сближаемся с ней. Вот правда. Мне, знаете, как вот очень тепло и приятно. Я вижу, как она меняется. Я вижу, как она вот не ломая себя, а вот именно от души, вот по-женски, по-человечески чувствует меня. Как она понимает вот какие-то вещи. Я это цифрую, все вижу. И настолько становится приятно. Я это и всегда говорю. Как только я вижу в ней какую-то трансформацию или то, что она в чем-то изменилась, я сразу это говорю. Это важно. Пожалуйста, хочу, чтобы ваши мужчины вам это говорили. Как только она где-то себя проявит по-новому, я говорю, Вик, спасибо тебе большое. Ты вот сейчас проявила себя очень здорово. Я очень рад. Очень рад. У нее была такая штучка. То есть она такой человечек, добрый, ко всем открыта. Была одна из фишек, которая мне вообще не заходила. Когда она при встрече с незнакомыми, кентами, друзьями, бежала с тренерами. Просто по-человечески обнимала. Но я хищник и в моем прайде есть только я. Все. То есть других мужских энергий быть не может. Ни один мужчина не будет стоять рядом с ней ни при каких раскладах. То есть только если я контролирую, я все вижу, я рядом. То есть только если это мой человек в моем поле, это человек, с которым я в хорошем контакте. Вот. И я четко вижу задачи человека, мужчины. Все. При других раскладах у воина женщина преданная, любящая и понимающая. То есть я к этому, в этом плане очень жестко, поэтому Виктория очень четко это понимает и научилась дистанцироваться правильно. Я ее научил, как это делать. Ну вот и все. Все хорошо. Хочу счастливое полношение, ценные отношения. Как к этому прийти? Ну найти своего мужчину. И все это у вас сложится, поверьте. А потом общаться. Да не рак я, ой, только не рак. Нет. Привет, Артем, привет. Когда у тебя день рождения? Насчет празднования не думал. Я особо не, честно вам сказать, я особо не любитель праздновать дни рождения свои. Ну, не знаю, для меня это как-то вот, ну, день и день, окей. На год стал старше, больше седых волос. Кальян покушать любишь, а как же спорт? Я пока спортом не занимаюсь, знаете, отпустил ситуацию. Немножко расслабился, по-честному. Ну, как-то нормально сейчас и без этого. Почему нравятся только мужчины помоложе? Не знаю. Вот это нормально, но нравится, пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь. Ну, это знаете, вот как мужчинам нравятся блондинки или брюнетки или еще что-то там, шатенки. Привет, привет. Спортом сейчас не занимаюсь, вес не удерживаю. За последнее время поправился, потому что в еде себе сейчас не отказываю. Но это временно, я могу быстро слиться, у меня есть навыки, я готовился к соревнованиям. Привет, мне нужна твоя помощь. Ну, обращайтесь в директ, пишите в шапку профиля. Вот, скинут вам прайс, обращайтесь. Как считаешь, ЗОЖ или каждому свое? Лучше ЗОЖ, наверное. Спасибо. Привет, доктор Электор. Привет. Спасибо. Хочу, как и вы, помогать людям морально расти. Есть опыт личный и нам многим помогла вживую, как начать. Я в скором времени буду преподавать на курсах коучинга. У меня будет отдельный блок свой двухдневный. Девятимесячные курсы будут. Тут можете приходить, сертифицироваться, пожалуйста. Милости прошу, ссылки, все это я потом предоставлю. Родители познакомились с Викой? Нет, не было еще такой возможности. Очень много дел занято. Оренбург. Привет, передаю. Радуюсь за вас, спасибо. Это называется умилительная агрессия. От большой любви и ласки случается. Ты красавчик, спасибо. Как родители отнеслись к изменению имени? Вы знаете, ну, мама у меня более лояльный человечек. И плюс она к моему имени не имела отношения. Ну, то есть, отец ей тогда еще в молодости сказал, там будет девочка, назовешь хоть Зинкой, хоть Корзинкой. Мальчик будет, назову Анатолий. Ну, вот как-то так произошло. Когда поменял имя, ну, конечно, папа немножко подрастроился, но потом ему объяснили, что это был неправильный выбор. Поэтому он со временем привык. Люди ко всему привыкают. Что такое энергии? Долго отвечать на этот вопрос. Да, имя Анатолия мне никогда не шло, оно меня свербило. Когда меня так называли, мне хотелось как-то прям оскорбиться. С чего начинается чистка? С самих себя. Да, на гулящего 37-летнего не стоит тратить время. Как относишься к НЛП? Владеешь техниками? Да, техниками владею. Много учился этому по роду деятельности. Когда был на руководящих должностях в найме, конечно же, очень много этому обучался. У меня есть наставники. Вот. Очень четко цифрую, различаю, подстраиваю. Все это могу, все умею. Но сейчас в основном, ну, негде это применять в принципе. Потому что сейчас каких-то таких явных переговоров не веду. Это не включаю. Выключаю и абстрагируюсь. Но нет людей в этом мире, с которыми я не могу найти общий язык. Их просто не существует. При личных переговорах абсолютно с любым могу найти общий язык. Если особенно мне это надо. Есть парень лайкает других девушек, это нормально. Ну, не знаю. Я, например, вот не лайкаю. Только тех, кто в кругу нашего общения с Викой. Я очень дорожу ее состоянием. Очень дорожу. И для меня, вот, кстати, вчера был вопрос, а что вы типа с Викой? Вот когда вы с Викой, вы более сдержанный, вы что ее боитесь? Вы знаете, я просто ее ценю и уважаю. Я знаю, какие вещи ее могут травмировать. Я прекрасно понимаю ее как девочку. Так случилось, да, что здесь у меня электорат. То есть вы все, ну, там, в огромном большинстве вы девочки. И как бы я с вами ни общался, дистанцировался, все равно она же, ну, то есть она же девочка. Она понимает, но у нее есть какие-то свои паттерны, да, там. Поэтому я очень в этом плане, как бы, корректен. Я стараюсь так, чтобы, ну, не нарушить ее пространство и не обидеть ее ни в коем случае. Потому что она для меня важнее всего сейчас, что есть на свете. И, ну, то есть ее состояние самочувствия, когда она улыбается, а улыбаюсь я. Когда я улыбаюсь, прилетает много чего приятного нам в жизни. Спасибо, что любите, спасибо, мы тоже вас, как вход по фельдянке, да. Немножко будут трястись, простите, на улице свежо у меня немножко рука оттекла. Другой рукой подержу. Привет, Артем, мой парень гулял всю жизнь и потом встретил меня, говорил, что любит. Потом сказал, что не сможет измениться и не хочет этим спортить. Какая любовь, такая любовь бывает. Нет, такой любви не бывает. Я не верю в такую любви. Гуляет, пускай гуляет. Ради бога, не трожьте, оставьте вы его в покое. Гуляет. Есть ситуация, что все старые подруги ушли. Так, дайте я секунду. Вот так вот сделаю, поставлю, рука уже умеет немножечко. Ай, блин, как мне надо. Блин, сейчас. Ой, ужасный вид у меня тут, ну ладно. Бог с ним. Вроде мальчик, простите. Расстались с парнем месяц назад, чувствовала себя счастливой, а вот пару дней назад скучаю, все хочу вернуть. Такое происходит. Да, бывает такое происходит. В одну реку дважды не входят, поэтому не парьтесь. Остаточное явление. Нет энергии. Говорил про энергию. Прикольно, что ведь и Вика же, и Рита, а сын Артем. Короче, много таких схожих. Да, мы даже в школах в 78-й учились. Ну, много схожих нюансов. Скучание пройдет. Как относитесь к чакрам? Работали, уже спрашивали. Ну, как-то никак. Без разницы. Мне это не мешает. Вы же, если переедете, котов заберете с собой. Да, я думаю, заберем. Знаете, посмотрим, как они с Фиби будут дружить. Потому что, ну, она же такая юркая, бегает все время. Они боязливые у меня до ужаса. Ну, представьте, они же, по сути, комнатные у меня. Очки четкие. Спасибо большое. Что у вас тут? Комментариев выше про подруг. Такая же ситуация. Со старыми не общаюсь, а новых нет. Находите новых, сильных, с лучшей энергией. Старых отпускайте. Не держитесь. Спасибо. И вам спасибо. Мы тоже вас любим. Спасибо. Почему нравятся мужчины намного моложе? Ну, вам так нравится. Это неплохо. Слушай, нет каких-то теплых перчаток? У меня рука затихла. Перчаток можешь вы здесь погреть больше. Нет. Ой-ой-ой. Вот так сейчас поговорю. Это правда, что женщины берут энергию вселенной, а мужчины от женщин? Нет. Смотря какую энергию. В основном у женщин и у мужчин могут забирать, либо давать. Вика, сейчас, секунду, я вам отвечу. Руку погреют. Спасибо большое, брат. Спасибо. Хочу чуть-чуть. Вика, так, еще раз так. Вика. Да, да. Вика, обеспеченный вас или вы наравне? Мы с ней наравне. В каких-то других там повседневных и дополнительных доходах, то по-разному у нее бывает больше. Где Вика? Наверное, тысячу вопросов. Вика дома отдыхает. Что у вас зацепило Вики? Да много чего зацепило. Очень много чего. Слушай, Хатабич. Вика, баеньки, да. Спасибо. На трех, на трех, да. Вам нравится свое имя? Да, нравится. Парень винит во всех своих неудачах свою девушку. Как быть? Ну, не знаю. Личная история, надо разбираться. К сетевому, как к сетевому относится. Нормально, сетевой, сетевому рознь. В Европе это очень продвинуто. У нас в России очень много шарлатанов. Киев, не хотите посетить? Да, походу, уже хотим, потому что много всего. Ну, это самое. Так. Темка, приветик. Приветик, приветик, приветик. Сейчас с тобой общались. Да, благодарю за ответ. Видимо, надо поменять. Все остальное есть, да? Меняйте, конечно. Как ты? Нормально, спасибо. Тем, подскажите, пожалуйста, как улучшить свою речь? Может, знаете, какие-нибудь книги читать? Идите на проекты по говорению. Они есть. Ого-го, 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 крутой вы, спасибо. Расскажите о том, как вы работали в НЛ. В НЛ мне было интересно соревнования пройти. Я стал самым скоростным контрактом на юге России. Забрал там всевозможные регалии, машины, мерседесы, там, прочее, прочее. Вышел на большие доходы. Ну, кайфанул и пошел дальше. Как правильно... Ой, тут надо смотреть, какой вы человек. Исходя из этого, выбирать правильного человека. Когда от мужчины слышишь слова терпи и жди, а общение это открытка с добрым утром и все, как быть. Не знаю, как быть, личная ситуация. Вполне мужской жизненный опыт в плане роста и нелегкий путь весьма, учитывая разгрузки вагонов. Да, у меня непростой был путь в жизни, действительно. Очень много приходилось напрягаться, очень много. Прям вообще боли было достаточно, чтобы прийти к каким-то своим ситуациям. Духовную книгу Насим Талеб, черный лебедь. Почитайте. Сложная книга, но нужно прочесть. Ты ей запретил. Что именно ей запретил? Ничего я не запрещал. У меня пост про котенка. Артем, девочки, может кому-то нужен котенок? Кому-то нужен, вот напишите кошке. А сами с музой обнимаетесь. Ну, вы знаете, муза... Ну, в кругу всегда есть люди, которые... Ну, знаете, как-то... Ну, вы же... Ну, муза взрослая женщина, слушайте. Давайте с этого начнем. Плюс это в какой-то мере наставница Вики. И у нас с ней абсолютно теплые, нормальные семейные отношения. То есть очень много общих каких-то вещей. Плюс она достаточно позитивный, классный человек. Поэтому, знаете, не воспринимайте какие-то объятия, как что-то такое, что вот в этом плане. То есть на тот момент ей нужна была мужская энергия. Чтобы там воплотить какие-то свои реалии, вы потом это увидите. Я ее дал, поделился с ней. Не более. Это не просто так, типа, пообниматься там. Вообще нет, поверьте. Я это очень четко цифрую. Муза прилипла сама. Ну, как найти своего мужчину? Ищите. Бросит такого парня, козерога. Наверное, водолей. Ой, он почему-то... Как доченьку. Вам доченьку надо, спасибо. Как козерога, козерога, похожий. Ой, он. Вот я понимаю все это, но никак не могу понять, как найти муж, получал кайф, дорогих подарков. Напишите на листе, какой мужчина он. Это речка, садди и принесите мне. В Бога. Смотря про какого Бога вы говорите, я верю в единого Создателя. Ну, знаете, пусть она не звучит для вас сектантски как-то или так, но в Бога в проявлении церкви как таковой нет. Потому что это построенная система для сдерживания людей. Сейчас, секундочку, у меня будет на секунду плохо слышно. Да. А пауэрбанк дадите, пожалуйста. Сейчас эта батарейка садится. Спасибо большое. Смотрите, для меня... Сейчас, секунду. Сейчас, секундочку. Короче, не знаю, включилась, не включилась. Короче, но я вставил. Касаемо религии, касаемо церквей, ну, я к этому так по-своему отношусь. Это определенная система, которую построили, перестроили, построили, выстроили люди для определенного сдерживания. Ну, то есть, также разделение на религии, расы и так далее. Это создано для того, чтобы контролировать, когда нужна война, когда нужно перемирие и когда нужно нации разделить, поругать и помирить. Поэтому это тоже определенный церковь, это определенный вид власти для контроля людей. Потому что, ну, как ни крути, людям, особенно с неуравновешенной психикой, нужно через что-то, через что-то, знаете, как, устанавливать программы, чтобы люди друг друга не убивали, чтобы люди друг друга не, там, не уничтожали. Чтобы была сдержанность, потому что, ну, типа, привили веру, веру в то, что то нельзя, то нельзя, то нельзя, и, естественно, люди, понимая это, сдержанные. А так, представьте, мы же те же животные, просто со своими инстинктами, просто умеем разговаривать, умеем размышлять. Если завтра всему миру скажут, что на самом деле этого всего не существует, представляете, какой хаос начнется, что будет твориться в мире, так нельзя. Имя Артем просто мне нравится, вот и выбрал. Зашло мне. Да, имя Анатолий вообще не идет. Вы спрашивали вопрос по поводу неудач. Ты классный, Вике, очень повезло, спасибо большое. Что значит Артем? Ты не знаю, посмотрите в словаре имен. Для меня это имя просто, да и все. Советы по поиску мужчины не дам, потому что это тема, которую нужно разбирать, прям садиться и несколько часов о ней разговаривать. Какие книги лучше почитать для улучшения речи? Не знаю, я такие книги не читал. Какая трепетность, мне кажется, просто начала отношений. Вы знаете, ну это ваш опыт, вам может так казаться, вы имеете на это полное право, я ровно к этому дышу. Может так, а может не так. Все зависит от мужчины и от женщины. Знаете, самый главный совет, который я бы вам дал в отношениях, напоминайте своим мужчинам и женщинам, чтобы они не принимали вас как должное. Потому что я в каждый момент жизни в целом благодарен Вике за каждый шаг, за каждое действие, за все. И я не воспринимаю ее как должное. Ну то есть, типа, знаешь, вот, знаете, там пришла такая, вот все, вот все. Я такой классный, она такая классная. Нет, я учусь и вот прям всегда этот момент контролю, принимать, не принимать ее как должное, а очень ценить. Каждое слово, вклад ее в наши отношения, в наше развитие. Без этого нельзя. Верю в вас, спасибо. Блин, как это мило слышала эти слова Вика. Ну, мне муж мало уделяет времени, внимания. Ну, скажите ему об этом, может он просто сам не знает, что он вам мало внимания уделяет. Вас приятно слушать, спасибо. Карма любви, прочтите все вопросы там. Как понять, хочу быть с мужчиной или нет. Если у вас такой вопрос, значит, не хотите. Я, например, вот, у меня ни разу не возникало вопроса, как мне понять, быть мне с Викой или нет. То есть, я сразу это понял и у меня такие вот мысли не приходят. Искру. Не знаю, что для вас искра. Короче, и котов с собачкой поженить. Всех поженим. Новый год, на Бали едем, да. Вика развелась. Ну, конечно, уже давно, уже давно развелись, все поделили. Че вы, уже это, уже это, уже не хайп. Это уже прошло. Вы свекусе судь, спасибо большое. Оставьте, да. Кстати, почему Фиби, она ведь Тори. Для меня она Фиби, а для меня она не Тори. Мне не нравится, что ее Тори зовут. Мне нравится, что ее Фиби зовут. Поэтому, я так ее называю. Брак на расстоянии может быть, нет, не может быть. Погода у нас, ну, сейчас свежо, градусов 14, наверное, но не ветрено. А почему Вика дома? Она устала, хочет спать. У нее свой режим, у меня свой. А брак разведется, разведемся через полгода. Не посчитает ли меня предательница, если я начну знакомиться с... Нет, знакомьтесь, общайтесь. Никто у вас ничего не посчитает. Вы сами, возможно, так думаете, поверьте. Общайтесь, знакомьтесь. Без конца загадываю желание. Почему так говорили? По возможности нужно загадывать не заоблачно. Ну да. Но руки не опускайте, пожалуйста, зачем? Блин, как же рука трясется. Пипец, еще и пауэрбэнк теперь держу. Как, как, почему после секса хочется плакать, хотя все идеально. С чем связано? Не те чувства, не те эмоции. Чувствуйте, что что-то вам от мужчины не хватает. Тут вопрос не секса, а вопрос внутреннего состояния вашего. Секс, он не всегда передает внутреннее состояние. По говорению, да. По навыку говорения. Все верно. Жесткий секс рулит. Иногда, да, иногда нет. Бывает по-разному. Иногда хочется жесткий, иногда нет. А у вас есть дети? Детей нет. Как вы забновите скромность? Привет, Артем. Ты изменился более живой, что ли? Бодрый прям. Спасибо большое. Вы музу слушали. Я в нее влюбилась, тоже бы обняла. Муза хорошая. Я на нее медитация рыдала. Рыдать, это круто. Начинаю что-то делать, но страх лень прогрессирует. Как проработать? Это долгая история. Викину квартиру продали? Уже нет. Викину квартиру еще не продали. Операцию делать не хочу. Спустя 5-6 лет возвращаются. У них очень сильно ухудшается, падает зрение. Я не хочу вмешательств. Мне в очках комфортно. Плюс там мой стиль и образ, который уже всем запомнился. Зачем? Ты как будто и не уходил со вчерашнего вечера. Ну да, все повторилось. Книгу мудрости. Чувствую излишне эмоционально себе. Носим Талеб, Черный Лебедь. Монах, который продал Феррари. Вот эти книги почитайте. Есть ли желание съездить в Тибет и на Бали? Зарядиться энергией и получиться практиком каким-то? Да, возможно. Но энергии у меня хватает. Нет потребности заряжаться там энергией. Я сам ее нормально генерирую. Мне достаточно выспаться, хорошо покушать и все. И энергии хоть переполняй. И на себя, и на Вику хватает. В церковь тоже не верю. Там странными делами занимаются. Я не хочу быть к этому причастным. Я вас понимаю. Когда я приходил раньше в церковь, я только видел там людей, которые унывают. Которые требуют и просят. Знаете, пришли в Дом Бога и там только просят. Просят, просят, просят. Бог, дай мне это, Бог, дай мне то. А что вы дали? Что вы сделали? Чем вы людям помогли, чтобы требовать? Чтобы что-то просить или требовать, нужно сначала дать что-то взамен. Часто люди приходят в церковь без улыбки, потому что вспоминают о Боге только тогда, когда это им удобно. А не тогда, когда нужно приходить и благодарить за все хорошее, что происходит в жизни. Про это люди забывают очень часто. И думают, что одной свечкой можно закрыть все свои грехи, все свои косяки в жизни. Сейчас от вас христиане отпишутся. Да ради Бога, слушайте, я лоялен. Ну, то есть, это мое отношение сугубо личное, субъективное. Я абсолютно лоялен к разным религиям. У меня нет каких-то, ну, то есть, знаете, негатива. Верит каждый в то, что хочет. Пусть верит. Я принимаю каждого человека, кто... Сунская символика у меня, ну, это такой сакральный личный вопрос, на него не буду отвечать. Будет тема про секс. Ты говорил, что сделаешь эфир, или я что-то пропустила. Эфир еще не делал, он будет в закрытом аккаунте, про секс поговорим. Религия сдерживает, согласна, да. Религия сдерживает. То не делай, то не делай. Так не смотри, так не ходи. Если жить по Библии или жить по Корану, то вообще нужно дома закрыться просто и ни с кем не общаться. Я считаю, это неправильно. Нам жизнь дана для того, чтобы мы развивались, здесь реализовывались. Я больше в этом плане в астрологию верю. Астрология развивает. Религия закрывает. Муза ходит в церковь, делает медитации. Это нормально. Муза развивается, она ищет свои пути, дополнения до развития, увеличивать свою энергию, как считает нужным. Вещи сны, я верю. У меня есть, да, вещи сны. Какой район нравится в Краснодаре? Фестивальный нравится, мне всегда нравился фестивальный. Самый адекватный райончик. Все смотрят сериалы. У нас нет телеков, мы вообще его не включаем, мы не знаем, что это такое. Ни сериалы, ни все. Фиби. Благодарю за ответ, да. Ты уже познакомился с его, Эдуард. Привет, да, познакомился. Сегодня еще раз были в гостях у мамы. До того, как появились в Инстаграм. Да я уже давно в Инстаграм, просто я закрывал свою страницу, она была без надобности. У меня, ну как бы, без Вики я был достаточно популярным, у меня 85 тысяч подписчиков было, как бы, ну все было. Посмотрите первые ролики, там по 40-50 тысяч просмотров, то есть все было в порядке с Инстаграмом у меня. То есть я не появлялся ниоткуда, просто эта страница была закрыта. Я ее открыл только тогда, когда с Викой познакомились и решили там создавать проекты. Эфир? Нет, я не сохраняю эфир, не хочу. Это открытый аккаунт, я не хочу, чтобы там разные люди смотрели мою жизнь. Я для вас вещаю, потом удаляю. Замужем 8 лет, пропала в отношениях романтика, что делать? Ну, так бывает, да. У меня это понятно, очки. Розанов, ты можешь мне в личку написать, мой друг, мы с тобой это выясним. Что кто там? Вы мальчишки. Мальчишки, вообще мальчишки, да, там по-другому к ним могу, очень жидкие на расправу. Когда появляются там где-то в эфирах кто-то что-то, да, там, я могу потом в личку написать. Говорю, слушай, ну дай мне свой номер, давай созвонимся с тобой. Ты мне, может, сможем встретиться, ты мне расскажешь там в глазах, там, что ты обо мне думаешь, если есть такое, да, там, желание. Но что-то как-то все мальчишки сливаются. Ни один еще не осмелился так сделать. Все храбрые только в прямых эфирах и в комментариях. Как только пытаюсь выйти на связь, все, сразу же люди там начинают пропадать куда-то. И все мужское начало уходит куда-то в пяточки, и все. И мужчинки превращаются в девочек, к сожалению. Мне жаль, но это их выбор. Как быть, если жизнь не устраивает? Ой, с вами нужно работать отдельно. И такие вещи. Нет, сигареты нет, не курю. Нет. Да, все врачи, которые лазер делают, почему-то в очках. Ну да. Розанов бан, уже в бане, будет заблокировано. Минус, минус, там что-то 3,5 у меня на два глаза. В Краснодаре свежо. Нормально ли, что за 9 лет мужчина не женился? Нет, ненормально. 9 лет это большой срок. Тут нужно принимать какие-то основательные решения. Не медлить, потому что, ну непонятно. 9 лет это, знаете. Мы тут... Мы тут... Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Приехал, какой красавчик. Посмотрите. Ой-ёй-ёй. Вот у меня малыш мой беленький стоит. Кстати, вот парень подъехал. Он мне давал рекомендацию, где усиливать. Я не знаю, узнает он меня сейчас, не узнает. Но давал рекомендацию, где усилить свой ГТР такой же. Сейчас, может, и познакомимся. Заодно. Ух, какой малыш. Только черный. Я устал от черного цвета, блин. Я хочу белый-белый прям. Не знаю, он вроде продавал этот ГТР. Вот. Крутяшно, крутяшно. Две минуты осталось. Е-е-е, наш человек. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Ой, мой монстр меня уже ждёт. Я думаю, что числа 7 ноября я уже основательно прям займусь ГТРом. Вот. Ну всё, посмотрели, понаслаждались. И пока хватит. Потом на моё посмотрите. Такое же отношение к церкви, как и у вас. Хорошо. Почему не добавляете? Он не готов. Не добавляем. Будет, будет, будет. Что такое ОКОП? Не знаю. Поделитесь мнением об атеизме. Э-э-э-э. Не знаю. Я не атеист. Я не верю ни во что. Поэтому не знаю. С атеистами меня не общаюсь. Правильно, своего ребёнка не крестила, когда подрастёт сам. Да, сам выберет. Крещение отрезает. Привет, привет. А? Дома спитана. Она уставшая. Да, её домой. Круто. Круто. Ну, знаешь, там по-разному было. Москва, это такая штука. Сейчас просто Викина подруженька приехала. Да. А я смотрю, я смотрю, ГТР знакомый подъезжает. Думаю, вон, мой бог. Привет, родной, привет. Артём, очень приятно. Я слежу. Спасибо. А я смотрю, думал, что за мощь такая приехала. У меня стрёмно. У нас говорит, давай приедем на парковку. Я не могу, пойдём. В прямом эфире, как сказать. Да, я в прямом эфире. Я не буду туда отвлекать. Я сама вечера. Давайте, ребят, доброго вечера вам. Спасибо. Вот так вот это всё и происходит. Викина подружка. Её молодой человек на ГТРе едут куда-то кататься. Вот так у нас город тесный. Сейчас прямой эфир закончится. Давайте я сейчас обновлю, потому что он сейчас вот бим-бим-бим, всё.